Надо больше поставить мусорных площадок, поставить их надо больше. Огромнейший микрорайон. Они наоборот взяли и убрали. Вот там, как раз как партизан, возле каждого дома было мусор. Да. Все убрали. Всем привет, дорогие зрители Блокнот Краснодара. И ко дню блогера я решила встретиться с одним небезызвестным блогером и общественным деятелем Сергеем Климовым, чтобы прочувствовать на себе ту самую блогерскую жизнь, о которой сложилось так много стереотипов, и узнать о всех-всех подводных камнях. Оказывается, блогерское утро начинается не так радужно, как я себе это представляла, а не с позднего завтрака и медитации. Сейчас только 6 утра, мы с Сергеем находимся уже возле мусоросборочной площадки. Сергей, для чего мы здесь в такой ранний час? Смотрите, получается, что у нас сейчас в Краснодаре огромная проблема с мусором. Ко мне обратилось огромное количество жителей, говоря, что в Краснодаре перестали вовремя вывозить мусор, количество контейнеров и площадок убрали. Соответственно, я начал разбираться, почему так произошло. Сделал карту, по которой мы сейчас с вами проедем, мусорных площадок, где такие самые большие очаги проблемы, и, соответственно, мы начинаем эту ситуацию выяснять, почему так происходит. И вот даже вот мы сейчас только приехали сюда, к нам подошла вот жительница ПСЖ и рассказала, рассказала все, как она есть, говорит, что количество площадок сократили, мусора стало больше, вывозят его теперь реже, и, соответственно, это все переполняется. А что самое интересное, это то, что когда переполняются баки, люди начинают вкладывать рядом. И вот когда вот такие кучи образовываются рядом, это не считается, потому что это крупногабаритный мусор, вообще сюда было нельзя выбрасывать. Ну, вот у нас еще не совсем культура в Краснодаре развита, выбраться мусора. Но, тем не менее, когда люди выбрасывают мусор рядом, это убирается уже отдельно из бюджета. То есть есть контракт, заключенный на вывоз баков, а уборка контрольной площадки – это еще дополнительные расходы. И они, я вам хочу сказать, немаленькие. Вот поэтому нам нужно сегодня в этой ситуации разобраться и, соответственно, немножко образовать население, как делать нельзя, чтобы у нас город был чище и лучше. Сергей, расскажите, пожалуйста, немножко о своей деятельности для непросвещенных зрителей? Ну, у меня блок нацелен на решение социальных вопросов. То есть люди обращаются с какой-то проблематикой, мы приезжаем, снимаем, потом пытаемся достучаться до органов власти. Но сейчас уже, честно скажу, намного легче, потому что, во-первых, у нас служба города и МЦУ активнее реагируют на всю эту историю. То есть мы уже просто отправляем материалы, только выкладываем там у себя в канале, в Телеграм. Иногда вы там тоже репостите за огромное спасибо блокноту за это, кстати. И тогда реакция начинается. К сожалению, пока мы дошли до того момента, когда огласка решает очень сильно. То есть если, например, будет две мусорки стоять и про одну написать просто заявление в администрацию, или куда-то там, или в мусороборочную компанию, а про вторую снять ролик, уберу ту, про которую снимешь ролик, где будет резонанс. Ну, соответственно, хотя бы это пока работает, мы стараемся помочь городу и людям сделать его чище, и о жизни где немножко лучше. Так, ну что, поехали дальше на следующую мусорную площадку. Субтитры сделал DimaTorzok Курора, это мусорка. Они раньше подъезжали, короче, повторяли, сопли пожелали, развернулись и уехали, а мусор как будто ковалял. А почему они не забирают? Вот в чем вопрос. А потому что вот такая свалка была. Они приехали, отдалися по Глорасу, развернулись и уехали. Вот и все. Я это лично даже снимала, от Нищенко я ругалась, А Нищенко вообще работать не хочет. Это жба, вот и все. Ну вот, собственно говоря, очередная мусорка, но это бы я даже сказал, практически образцовая. Ну вот, видишь, ну вот мы сейчас подъезжали, видели, как девушка один пакет положила туда, а один пакет оставила здесь. Зачем-то... А, ну тут типа... Там какие-то вещи, вероятнее всего. Нет, не вещи. Вот мы так копаемся. Это какая-то еда, она как будто бы может быть оставилась для собак. Не знаю, ну даже не развязан. Пакеты то есть завязаны. Зачем это делать? Ну, непонятно. Сейчас мы находимся на улице Лукьянника, 26. И вот очередная мусорка, которая уже достигла своей критичности. Сейчас Сергей снимает очередной ролик для своего блога, где освещает важную проблему мусора. Ведь здесь уже критическая масса отходов, и завтра здесь будут просто нереальные завалы. Причина, по которой мусороуборочная компания выполняет свою работу недолжным образом, заставляя страдать этих людей, которые платят же ей огромные деньги, нам неизвестно, но мы обязательно в этом разберемся. Все, снято. Нормально. Было? Так, что дальше тогда? Сейчас на Елизаветку отправляемся. Погнали. Я обожаю свою работу. То есть это каждый раз для меня такая... Это вот, я не знаю, лучше вообще всех, всех, знаешь, алкоголь кто-то любит пить, да, чтобы там свои чувства усиливать, кто-то там еще что-то. А для меня именно вот эта вот работа, когда ты приходишь, я человек сентиментальный, я даже иногда плачу. Я вот проезжаю, и в тот момент, когда я приехал и увидел, что начали работать экскаваторы, ровнять эту дорогу, у меня слезы на глазах, думаю, офигеть, мы через это прошли, мы победили. Мне вот сейчас утром, я сегодня проснулся, в комментариях чувак написал, я, ну, я уже узнал, кто это, у меня есть специальные обученные люди, которые вычисляют хейтеров со скрытых аккаунтов, а потом я им звоню и говорю, ну, и когда, кстати, вот они пишут со скрытых аккаунтов, и, такие смелые все, и когда только ты набираешь ему, звонишь, он, смотри, быдлятина жирная, свинина, под каждым постом, быдло скуф жирный, свиното жирное быдло, тупое, Сергей Кливов, быдло жирное урод, под каждым постом написал, чего тут человека стригернуло. Как вы сравните свою реакцию на хейтеров в самом начале вашей карьеры и деятельности, и вот сейчас, как вот она изменилась? Сейчас я намного проще к этому отношусь, потому что я понял суть. Есть люди, и я даже на некоторых не обижаюсь, есть люди, которые, это вот так называемые диванные эксперты в области всего. То есть это доктора всех наук, мастера спорта по спорту. Это вот люди, которые знают, как управлять страной, как управлять тем или иным. Даже вот спорить с ними очень сложно. Вот даже сейчас вот мы снимали там ролик про Тимошек, про рыбу, и там мне активисты рассказали одну историю, а получилось, когда я опросил все стороны, я опросил там и предпринимателей, с которым был конфликт, и администрацию, и ментсельхоз, всех опросил, и получилась совсем другая история. Вот они бывают, есть закон, вот они там ссылаются на постоянное правительство, оно большое. Они взяли какую-то строчку, одну оттуда, прочитали, и эти строчки везде апеллируют. А я потом сел, прочитал все это постановление, и говорю, и начинаю объяснять, я говорю, смотрите, ну тут же вот так, вот так, вот так, они все понятно, ты продался там, ты вообще, и начинают переходить на личное оскорбление. Тогда смысла дальше, дальше нет общаться, потому что, ну, ты не переспоришь их, то есть люди не принимают аргументы. Переспорить человека можно только, если там ты аргумент, он аргумент, да? Ну да. Когда ты аргумент, а он тебя, а оскорбление в ответ, это бесполезный разговор. Бесмысленно. Ну, раньше я этого не понимал, то есть я думал, ну почему, если мне что-то такое плохое, говоря, значит, я может реально какой-то там, принимание, да, на свой счет? Да, я очень принимал, я ругался в комментариях, писал постоянно, ты там, я с ума сходил просто, реально, это вот, это такое давление было. Сейчас вообще по барабану, потому что, ну, я читаю, даже ему ответил, ну, просто думаю, дурачок какой-то. 90% людей тебя начинают хейтить за всю чугню вообще. То есть мне кажется, что это такая какая-то внутренняя потребность у человека написать гадость, ну, для чего-то. И такие люди, они обычно, да, они именно вот обезличены. Они обезличены, и обычно, как правило, они сами ничего полезного не делают. Да. Вот в этом проблема, да. Ну, тут надо определиться, что человек хочет. Если ты хочешь, чтобы ты приносил пользу обществу, общество не всегда будет оценить. Но ты понимаешь, что путь твой истинный, и он верный, и тогда просто идешь и делай. И те люди, у которых есть достаточное количество интеллекта, чтобы это все понять, они тебя всегда поддерживают. Я чувствую огромную поддержку от авторитетных, уважаемых мной людей. И это для меня самое главное. То есть, если мне какой-то там маргинал скажет, что я там козел и и нормально, адекватный человек, который там чего-то добился, скажет, что я молодец, я воспряму то, что я молодец, потому что я это сказал человек, который чего-то жизни добился. Авторитетнее. Да-да-да. А когда человек, который ничего не делает сам полезного и рассказывает тебе какой-то ему дак, ну, извини, брат. Может, я кого-то... Я же в конце концов не 5000 рублей, что всем нравится, правильно? Это жесть. Чувствуешь запах? Это просто вообще, я не знаю, как так можно? Что рассказывали? Нет, там у тебя есть, это не есть. А, да? А там просто нужно будет подснять. Все, хорошо. Пойдем, пойдем к мусору. Ты там думаешь встать? Ну, давай, вот так тогда. Давай. Все, все, все нормально, нормально. Все, погнали? А что надо говорить? Проблемы есть у вас какие-то? Или вы просто так пришли сюда? Просто так. Понюхать, понюхать. Вот, видите, люди любят меня. Некоторые. расскажешь, там кто-то что расскажет. Все, отлично. Погнали, вы смонтируй. Субтитры делал DimaTorzok